По информации нескольких источников, 26 июля в Чите был задержан бывший мэр Могочи Евгений Краснов. В этот же день сотрудники ОМОНа в Могочи задержали и его брата Алексея, но позже отпустили. На сегодняшний день скандально известный чиновник находится в СИЗО. О причинах задержания и ареста официальной информации пока не представлено. Однако, можно полагать, что речь идет о нецелевом расходовании бюджетных средств и коррупции. Евгений Краснов занимал пост мэра Могочи в течение двух сроков. Впервые в 2011 году, а затем и в 2015. Весь период правления Краснова ознаменован финансовыми махинациями. По версии следствия, в течение 2012-2013 годов Евгений Краснов, занимая должность главы города Могочи, незаконно издавал распоряжение о собственном премировании. В 2012 году таким образом Краснов незаконно получил 180 тысяч, а в 2013 году более 215 тысяч рублей. Общая сумма ущерба городскому бюджету составила около 400 тысяч рублей. Материалы проверки по четырем статьям. Злоупотребление должностными полномочиями, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, незаконное участие в предпринимательской деятельности и получение взятки. Однако, в 2015-м Следственный комитет не нашел в действиях мэра состава преступления. Возбуждение дела отказали. Вот фрагмент интервью Краснова, которое провела с ним его помощница. Евгений Александрович, улыбаетесь, не в наручниках, не арестованы. Однако, могу очень-то недоумевают то, что прошло сегодня на замеде и в разных средствах информации в интернете. Пожалуйста, прокомментируйте ситуацию. Остальное время ролика – неуместный сарказм, ирония и самоирония. Мэр доволен, он только что избрался на второй срок. А через год на него вновь и заводят уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Краснов избил 54-летнего соседа за то, что тот назвал его жену мэршей. Мировой суд вынес обвинительный приговор. Было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и два месяца. Но в связи с истечением срока уголовного преследования Краснов был освобожден от отбывания наказания. Еще через год мэр вновь оказывается под следствием. Его обвиняют в халатности. Установлено, что по программе переселения граждан из ветхого жилья на 2013-2017 годы по итогам проведенных аукционов в Красновом феврале и ноябре 2014 года были заключены муниципальные контракты с компанией СИП-стройком на приобретение жилых помещений и участие в долевом строительстве на сумму 145,4 млн. рублей и 12,6 млн. рублей соответственно. Не убедившись надлежащим выполнение взятых на себя застройщикам обязательств, он оплатил данные работы на сумму 26,2 млн. рублей, причинив бюджету особо крупный ущерб. Руководитель компании не отрицал, что давал откаты мэру, в том числе наличными и подарками. Но однажды деньги закончились и не хватило даже на то, чтобы достроить дом. Финансовых преференций ему предоставлено в сумме 2,3 млн. рублей. Это те деньги, которые получены им наличными. Как мы упомянули вначале, задержали и брата Евгения Краснова Алексея. Почему? По всей видимости, потому что в 2015 году брат мэра учредил фирму РСО «Водоканал», которая стала заниматься вопросами теплогенерации и благоустройства города. Администрация разорвала уже заключенные договоры с коммунальником и заключила с фирмой брата Краснова. А потом Красновы и вовсе создали ООО «УК Коммунальник», разорив первоначально существующую фирму «Оригинал». Потом Красновы создали ООО «Сириус». Фирма получала от мэрии деньги по заказам, которые на деле исполнял тепловодоканал. Пока суть до дела наступил 2019-й. Евгений Краснов пытался баллотироваться в главы района, но до выборов его не допустил суд. Среди подписей за его выдвижение были найдены недействительные. Общественность бурно обсуждала все происходящее. Это же хорошо. Хоть и скучно наконец-то стало в городе опять. А то за последние месяцы... Так у нас это так сплошная Санта-Барбара. Все звонят, смеются, недоумевают. Нет, ну почему? Мне понравились, нет, это комментарии. Есть такие хорошие люди. Ради бурно. Недавно контрольно-счетная палата закончила проверку финансовых операций администрации Могочи в период с 2016 по 2019 годы. Ответственным за ведение финансово-хозяйственной деятельности был глава Краснов Евгений Александрович с правом первой подписи. По заключению ведомства Краснов назначал выплаты людям, не работавшим в администрации, в разных суммах от 10 до 60 тысяч рублей. Увеличивал расходы бюджета на свое содержание выше установленного размера на 300 и более тысяч. Возмещал из бюджета затраты сотрудников на проживание в несуществующих гостиницах во время командировок. Отдавал в аренду землю, на которую не имел права и не направлял деньги в бюджет. Повышал свою квалификацию, проходив обучение в университете и другого города по специальности менеджмент. В общей сложности за три года расходовал незаконно 7,5 миллионов рублей. И это только то, что удалось обнаружить. Некоторые документы Краснов не представил к проверке. В блоге первоначально было написано, что около миллиона. Теперь Следственный комитет нашел 400 тысяч. Что интересно, какая сумма дойдет до суда? За 4 рубля будут судить мэра Краснова? Ну, там суммы тысячи, если будет, будут судить. За какие суммы и по каким статьям будут судить скандально известного чиновника и будут ли вообще, скоро узнаем. У Евгения Краснова необъяснимая способность избегать наказания. Однако уже и у журналистов, и у общественников, и тем более у правоохранительных органов накопилось столько фактуры, что делу явно быть не в одном томе.